Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 18 февраля По народному месяцу слову Агафья-коровница, голодуха В этот день христиане чтят память святой Агаты Агафьи, родилась на Сицилии, жила в III веке Святая Агафья считалась в народе покровительницей домашнего скота, помогая хозяйкам беречь и холить главных кормилец деревенской семьи коров Ведь летом и осенью в тепле до приобильных кормах российские буренки в особенной защите не нуждались Но в конце зимы, когда не только сено, а даже солому приходилось экономить Вопрос о помощи изрядно исхудавшим и обеселившим коровам вставал достаточно остро Нередко в это время от истощения и заразных болезней вымирали целые крестьянские стада А сойверные предки наши связывали такой катастрофический падеж с появлением в деревнях духа коровьей смерти Существовало поверье, что в этот день по деревням бродит злобное существо в облике черной кошки, собаки, коровьего скелета или отвратительной старухи, аккуратно Агафью-коровницу Особенно опасным этот дух считался именно в этот день, ведь с этого времени начинался отел Чтобы оградить себя от коровьей смерти, бабы проводили обряд опахивания, во время которого мужикам строго-настрого запрещалось покидать дома Собак, даже самых послушных, на привязи держали, а скотину надежно запирали в хлеву Неровен час попадутся под тяжелую бабью руку или сковороду, с которой те ходили во время обряда После него коровья смерть уже не могла попасть в село Тогда она уходила в лес, где всю зиму бродила по болотам до тех пор, пока не потеплеет и скотину первый раз не выгонит на больный выпас Тогда она, чахлая и изголодавшаяся, снова пробиралась к людям Но если ей и на этот раз не удавалось добраться до скотины, снова уходила в лес или степь, другую поживу искать 18 февраля поили скотину святой водой, а в хлев клали лапти, обмоченные в дегте Очень хороший оберег Чтобы отогнать коровью смерть, жгли вереск и колючие травы, чей дым отпугивал нечистых духов Выставляли в дверях осиновые колья Жгли травы непременно на сковородах, потому что вся нечисть, говорят, боится этой утвари, напоминающей своей формой живительное солнце Считалось, что на Агафью и Знаве поднимаются нечистые духи и, превращаясь в птиц, заглядывают через печные трубы в дома Чтобы оградить себя от них, вечером трубы крепко-накрепко закрывали, а на загнетке курили чертополох Агафья считалась также заступницей от пожара Желая охранить от него свой дом, крестьяне в этот день освящали в церквях хлеб и соль Которые потом хранились в избе целый год, оберегая ее от красного петуха Соль святой Агаты защищает от огня хаты, говорили в народе Если же все-таки случалось несчастье, такие освященные хлеб и соль бросались в огонь, чтобы потушить его Или в противоположную от деревни сторону, в поле, чтобы красный петух последовал за угощением и оставило людей в покое За хлопотами да заботами не забывали и за погодой наблюдать, а потому примечали Если в этот день было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось А мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето Здоровья вам и животине вашей, славяне! Братья-месяцы